Привет, друзья! Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. И у нас сегодня новости. И немножечко с вами поговорим. Ребят, начнём мы с того, что вы в комментариях написали. Лена, а есть ли у вас видео, что было в прошлом году, в эти дни? И прекрасная идея. Я посмотрела, конечно, у меня есть видео, что мы делали в прошлом году, в эти дни, и что мы с вами делали в позапрошлом году, в эти дни. Поэтому выйдут видео, на которых мы сможем посмотреть, что же было, ребята, что же было год назад, два года назад, и сравнить с нынешним временем. Два года назад мы с вами гуляли на Невском, заходили в метро Невский проспект, ещё до всего. Посмотрите, сколько людей, посмотрите, какая погода, обратите внимание. И год назад, что мы с вами делали. Погода и уже окружение вокруг. Я так напишу в видео, подпишу, что мы делали год назад, там, или два года назад. Прикольная идея. Посмотрим вместе с вами и сравним. Дальше новость я хочу начать с того, что прошла новость эти дни о мошенниках. У меня есть видео отдельное, мошенники, опасности Петербурга, назовём так, которое я опубликую буквально там день-два, и вы сможете его посмотреть. Потому что, ребят, ничего не меняется. Всё то же самое. Только где-то их больше стало, где-то меньше. Зимой, может быть, они немножечко холодно, и они немножечко свою деятельность свернули. Но будет весна, будет лето, будут приезжать туристы, будут приезжать гости города. Лучше это знать. Если вы этого не встретите, замечательно. Но всё-таки нужно об этом поговорить. Потому что вот очередная новость об этом. Юноша отдал 26 тысяч мошенникам за фотографии с голубем на голове. Причём снимали на его же телефон прямо у Казанского. С 18-летнего романа из Краснодарского края за 13 фотографий и одно видео уже менее дружелюбные ребята потребовали 28 тысяч, хотя телефон они сразу вернули, с которого молодой человек успешно перевёл на несколько номеров. Правда, в процессе споров над парнем сжарились и скинули ему обратно 2 тысячи. Такая вот скидка. Он обратился в полицию. Каждый год одно и то же. Каждый год. И я уже на своём канале тоже каждый год. И в прошлом году рассказывала, и в позапрошлом году рассказывала, что такая вот неприятность может быть в Петербурге. Поэтому смотрите отдельное видео, которое выйдет буквально вот скоро. Следом. Опасности Петербурга назову. Или осторожно Петербург. Что-нибудь в этом роде. Не забывайте, друзья, что продолжаются новогодние праздники, продолжаются новогодние развлечения. И на Дворцовой площади петербуржцы поздравляют жителей других городов через видеоэкран. Мы с вами гуляли возле ёлки, и там стоит такая огромная лампа, огромный торшер можно назвать или лампа, а рядом экран. Напомним. Кстати, на этой лампе был написан дневник. Напомним. Петербургский дневник и компания Мегаполис установили интерактивный экран с камерой, который по видеосвязи соединяет Петербург с 20 городами России. Трансляция видео идёт в режиме реального времени. Каждые 30 секунд Петербург подключается к новому городу. Передать привет жителям других регионов через экран можно до конца новогодних каникул. Поэтому у вас ещё есть время прийти и пообщаться, поздравить всех с Новым Годом. Дальше продолжаются наши развлечения новогодние. Работают все катки ещё, ребята, и многие без кодов. Например, сказочная атмосфера Большого Катка на Елагином острове. Можно прийти. Там даже есть бесплатные часы. Очень хорошие отзывы. Что, в общем-то, можно спокойно, без очередей попасть на каток и получить удовольствие. Потому что вот, который каток в центре, на Манежной, там очереди большие, жаловались посетители, что много людей и можно просто не достояться. Билетов может не быть. Посмотрите, какая красота на Елагином острове. В 2022 году власти Петербурга планируют установить в городе 200 умных остановок общественного транспорта. В первую очередь хотят обновить остановки в центре и на юго-западе города. Умные остановки будут оснащены модулем для Wi-Fi, электрощитом для зарядки мобильных телефонов и табло, на котором будет информация о времени ожидания транспорта, а также кнопкой для вызова полиции. Хочется побольше таких интересных штучек по городу. Несмотря на то, что власти каждый год выпускают постановление о запрете выхода на лед, это никогда не останавливает гостей и жителей города, чтобы лишний раз прогуляться по акватории Невы и по рекам и каналам. Ребят, не забываем, что это опасно в первую очередь. Я вот не рискнула бы вообще и ни разу не выходила на лед зимой. Еще прикольная новость. В центре Петербурга обледенел спуск и подземный переход. Да, это там, где гостиный двор. Ребят, пешеходам приходится подниматься по ледяной горке. Может, ее уже убрали, но эта новость уже несколько дней. В центре Петербурга спуск в подземный переход превратился в ледяную горку. Ступени покрылись снежным и ледяным слоем, когда кадры публикуют очевидцы в соцсетях. Классная новость, что Петербург попал в топ городов России по качеству жизни. Эксперты подготовили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни. Санкт-Петербург попал в тройку лидеров российских городов, лидеров по качеству жизни населения. Рейтинг по итогам 2021 года. Среди российских городов с населением более 250 тысяч человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитомак, Краснодар, Махачкала. Вот я вижу Нижний Новгород, а у нас знакомые приезжают из Петербурга, вернее приезжают в Петербург из Нижнего Новгорода работать на смены, потому что говорят, что в Нижнем Новгороде работы нет, зарплаты маленькие. Но это, видимо, тоже кто как устроился. Петербург отмечен как город с самым высоким уровнем потребления и материального благополучия. Первое место в данном списке заняла Москва. В список также попали Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург. Все, друзья мои, на этом все новости. Продолжаем говорить о жизни в Петербурге. Пишите ваши комментарии. Спасибо за лайки. Не забудьте поставить лайк. И встретимся обязательно в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok